Кино 13-го года, последний предвоенный год, тут многие фильмы, аниму кино, которые потом классическими считались, снимались. С российского кино начну. Естественно, поскольку был юбилей, который по всей стране прошел, 300 лет дома Романовых, снимали к юбилею фильмы. Потом у нас к юбилею революции все фильмы снимали, любили у нас это все. Ну вот можно отметить фильм «Воцарение дома Романовых», хотя несколько было фильмов по поводу 300-летия Романовых. Это «Воцарение дома Романовых» это Василий Гончаров, Петр Чердынин. Они пытались снять вообще большую кинокартину «Жизнь со царя» по мотивам оперы Глинки, но так и не сняли ее, Гончаров пытался снять. Примерно как фильм про Крымскую войну, он состоит просто из отдельных эпизодов, которые посвящены отдельным эпизодам вот этой всей истории правоцарения дома Романовых. Играет, в общем, неплохо. Там начинается 610 год, когда начинается интервенция поляков, потом отдельные эпизоды по интервенции поляков. Есть там Минин и Пожарский эпический, и кончается все вот с тем, что въезжает выбранный царь в Москву Михаил Романов. Ну, в целом, такой добротный фильм, заложивший традиции русского исторического кино. Продолжают с экранизацией Пушкина «Домик в Коломне до нас дошел». «Домик в Коломне» это Петр Чердынин снимал. Ну, в целом, там комедия связана с тем, с переодеванием мужика в женское платье. Там офицера под видом кухарки Мавруши, значит, не замуж, не дочь, приводят в дом и так далее. Поскольку не мое кино было, возможности по речи были ограничены, а вот всякое такое с переодеванием, со всякими ужинками и так далее, это легко можно было снять. И по фильму заметно, что наши уже освоили манеры игры в нем кино, то есть они сильно же артикулируют. Это не просто съемки театральной пьесы, с чего начинали в нулевые годы. В 2013 году уже явно есть определенная поэтика немого кино, но она в этом фильме вполне наблюдается. «Ночь перед дождеством» считается один из лучших русских фильмов 2013 года. Это Владислав Старевич, который мультипликацией занимался в 2012 году, первые кукольные мультфильмы в мире снимал. В этом фильме он тоже кое-где поставил анимацию, то есть это комбинированный фильм, анимация и игровое кино. Он тоже сохранился, и манеры игры хорошие, явно уже все они понимают специфику немого кино. Некоторые сцены вполне, вот даже на наш этот уже утомленный фильмом взгляд, вполне так это интересно, хорошо смотрятся. «Ночь перед дождеством» однозначно хороший уже фильм такой, понятный нам по всей его поэтике. Там есть крупные планы, вот раньше наши тоже с крупными планами не работали, вот к 2013 году освоили «Ночь перед дождеством». Есть ряд крупных планов, есть общие планы, и с планами они уже начали работать. Старевич, в общем, довольно талантливый был, человек быстро схватывал эти все моменты. Европейское кино США, первая экранизация «Доктора Джекела» и «Мистера Хайда», насколько я понимаю до нас не дошла, но вроде как была популярна там грим, кого-то там намазали красиво. Ну и вообще эту вот историю почему-то любят на Западе, возможно как-то вот с их менталитетом связано, про «Доктора Джекела» и «Мистера Хайда», так что первая эта экранизация, это значимо. Жов против Фантомаса, вот еще в 2013 году распространились сериалы, там про Шерлока Холмса снимали сериалы, вот про Фантомаса, который позднее пересняли. Когда его пересняли, его сделали как пародию на самом деле, вот французский Фантомас нам известный в 50-х годах, он, это пародия, а вот Жов против Фантомаса это была такая серьезная, детективная такая драма. В основном там этот Фантомас постоянно переодевался, и это было легко показать в поэтике, не могло кино, вот эти все переодевания в одном костюме, в другом костюме, это было им проще, потому что речи не было. Психологию им было трудно показать без речи. «45 минут» то есть довольно большой фильм, и он многосерийный, то есть там было 5 фильмов, это вот вторая серия, это 45 минут, и там было 5 серий, которые снимали в 2013-2014 годах. Распространились формат многосерийных фильмов, смотрели в кинотеатрах, как и говорили, какая там серия, и приходили все смотреть. Допустим, в американский сериал был «Кто женится на мэрии» того же года, он был больше такой бытовой, но вот тоже вот свидетельствует о том, что сериалы распространились. Гриффит снял полнометражку большую «Юдифис Бетулии» 60 минут на библейские темы, в это время была «Камо Гридеши», итальянская популярная экранизация тоже. Первые «Пеплумы» снимают, формируется вот эта эстетика этих «Пеплумов», то есть как они снимают на библейские античные темы фильмы. Видимо, Гриффит смотрел, потому что говорят, что есть влияние явно от этой эстетики «Камо Гридеши», но Гриффит сам отрицал, что он это видел, говорил, что параллельно снимал. «Камо Гридеши» в том же году сняли. В целом, видно талантливость Гриффита, есть довольно хорошая композиция, хорошая работа с крупным планом, с общим планом, который вообще для Гриффита характерен. Довольно много он там массовки взял, что-то там 1000 человек и 300 лошадей у него массовки, у него крупные эти боевые массовки, он тут начал снимать, потом он в них тоже прославился, постоянно их делал, они у него очень зрелищные, хорошо получались. Ругали игру главной этой «Бланш Свит», главную героиню играла ее Диффи, и в основном ее ругали, что она там не доиграла, переиграла или что там еще. Естественно, сёстры Гиш, поскольку у него мало было актеров, сёстры Гиш там тоже две женские роли играют в этом фильме. Ну и в общем, сам Гриффит считал, что неудача, и после этого он там с другой киностудией заключил контракт, посчитал, что киностудия его подвела и не дала правильное киноснать это. Субтитры сделал DimaTorzok